И снова здравствуйте! С вами Александр. И я хочу сегодня вам рассказать о новинке 2016 года от японской компании APRICA. Модель называется SMOOF. Это такая у них новиночка интересна тем, что она сделана как коляска на круглый год. Имеющая плавный ход, подобную конструкцию, вместительная она достаточно. Ну в принципе давайте обо всем поподробнее. Собственно вот коляска APRICA SMOOF. Чем она интересна? Давайте изучать. Сначала расскажу о моих технических характеристиках, потом с вами ее начнем рассматривать внимательнее. Она предназначена детям с рождения до ориентировочно 3 лет. И вес ребенка должен быть приблизительно 15 килограмм. Имейте это ввиду при покупке. Давайте изучать, что в ней есть такого интересного в этой новинке 2016 года. Начнем изучать мы с вами как обычно сверху вниз. Сначала хочу рассказать вам о ручке. Ручка здесь классической формы, она цельная, с прорезиненным материалом. Хват достаточно удобный. Но единственное, что вот мое маленькое замечание, ручка тонковата. Приятнее, когда ручка более толстая, приятнее держать. И здесь также дополнительный тормоз установлен, о котором я вам расскажу чуть позже. Что касается капюшона в коляске. Капюшон это ее огромный такой плюс этой коляски. Капюшон здесь большой, козырек. Так вон в сложенном виде раскладываем. Получаем капюшон, который закрывает ребенка практически, если сверху посмотреть, с ногами. Но здесь есть своя фишка. Помимо того, что здесь есть окно, для того, чтобы вы могли там наблюдать за ребенком, общаться как-то с ним. Вы можете козырек еще раз потянуть за сам козырек. И откроется дополнительная секция. Секция это она сделана из москитной сетки и просвечивает. Также вы можете наблюдать за ребенком. И образуется такой своего рода микроклимат для ребенка, чтобы вы могли проветривать в жаркую погоду. Очень-очень удобно. При этом вы закрываете ребенка, чуть ли не касаясь его ног. По-моему, очень крутая идея производителя. Что касается самого сидения. Я вам говорил, что это коляска с рождением. Для того, чтобы возить новорожденных детей, здесь в комплектацию входят анатомические вкладыши, которые вот сюда ставятся. Это под поясницу ребенка. И также есть вкладыш под голову. Все они легко снимаются, устанавливаются. Поэтому здесь проблем быть не должно. Так, само сидение здесь большое. Широкое. Зимой проблем уместить сюда ребенка у вас не будет. Места здесь много. Единственное, вот бывают коляски немножечко подлиннее сделаны. Подножка. Здесь она сделана вот как сделана. Ее длинное очень назвать сложно. Но все равно ее более чем достаточно. Что касается наклона спинки. Здесь используется их классическая система своего рода таких вот тросиков. Оттягиваем. И получаем угол 170 градусов. Практически ровная поверхность. Это очень реально здорово. Когда ребенок не полусидит, ничего. А нормально себе, комфортно лежит. Тем более здесь используются очень хорошие материалы. Вот что касается компании Априка. У них всегда используются хорошие материалы. Тут вообще не придраться. Очень хорошо адаптировано к лету. Все ткани дышащие. Сиденье со всякими там вибропоглощающими материалами. Поэтому мягенько. Дышит. Не жарко. Комфортно ребенку в любое время года. Это здорово. Вот она вся в сеточку. Что касается безопасности ребенка. Классическая система с пятиточечными ремнями. С мягкими накладками на плечевую зону. С накладкой на паховую зону. Также установлен бампер. Бампер тоже обит тканью. Которую легко можно снять с помощью замочечка. Раз. Собственно и все. Сняли. Чтобы посадить ребенка. Отодвинули одну сторону. Посадили. И застегнули обратно. Все здорово. Также вот эту подножку можно регулировать. Опускаю ее вниз. Здесь тоже у нас снизу подножка. Сделана из пластика. Поэтому почистить. Там уход будет очень легким. Почистили тряпкой и все. Так. Что касается у нас самого шасси. Самой рамы. Рама здесь по сравнению с привычными колясками от Африки. Полностью другая. Выполнена уже в стиле обычных колясок. Не тростей. А вот можно сказать книжки. Которые вот я покажу как вкладывается. Приобретает такой квадратный плоский вид. Вот. Само шасси здесь очень крепкое. Металлическое. Все подогнано. Реально очень круто и хорошо. Ничего не скрипит. Не люфтит. Все здорово. Огромным плюсом могу назвать то, что обычно у компании Африка, в других ее моделях традиционных для нее используются багажники небольшого размера. Здесь же багажник большой. Реально с этим здесь проблем вообще никаких. Что мне еще понравилось. В багажнике здесь есть такой своего рода органайзер. Кармашек на кнопочке. Кармашек на замочке. Поэтому можно там, не знаю, что-то такое важное убрать, чтобы оно не потерялось. Багажник очень глубокий, вместительный. И доступ в принципе к нему нормальный. Единственная моя придирка это вот эта перекладина. Она не дает туда положить что-то очень такое. Мячик там, например. Придется как-то его запихивать. Вот она мешает вот в этом плане. Но это мои придирки. Так. Это что касается шасси. И что-то новенькое опять же для Африки это колеса. Колеса здесь большого диаметра. Они используются надувные, резиновые. За счет чего у коляски реально обалденная плавность хода. У нее очень мягкий ход. Во-первых, есть небольшие амортизаторы. Плюс плавность хода, как я сказал, дают эти большие надувные колеса. Как заметили, коляска трехколесная. Но лично, на мой взгляд, много противников четырехколесных колясок. Но мне нравится. Эти коляски, они очень маневренные. Очень легко ими маневрировать одной рукой. И зимой, мне кажется, снегу протаптывать легче одну новую борозду, чем две. Поэтому, не знаю, трехколески мне нравятся очень даже сильно. Что необычного еще в шасси? Хочу сразу подметить. Ну, во-первых, это обычный классический тормоз. Здесь ничего необычного. Нажали, она встала. Отпустили, поехали. Но никогда не видел такого в колясках. Вот здесь есть. Я вот вначале вам сказал, что здесь на ручке есть кнопочка для тормоза. Что в ней необычного? Идете вы, например, вниз. Спускаетесь там с горочки. Коляску приходится держать, чтобы она так не укатилась. Здесь используется механизм такой, как на велосипеде. Можно чуть-чуть нажимая на кнопочку, на рычажок, точнее говоря, на себя тянуть. И будете подтормаживать коляску. Здесь используется та же система. Вот, смотрите, на колеса я нажал. Чуть-чуть приспустил. Она пошла, но имеет тугой ход. Расслабил. Все, спокойно поехала. Поэтому просто чуть-чуть поднажали кнопочку и спускаетесь вниз с горочки. Очень удобно. Она у вас не укатится легко. Вы как раз контролируете коляску свободно. Все, что хотел вам рассказать про эту коляску, подытожу. Мне лично коляска очень понравилась. Даже неожиданно, что у Априки появилась такого рода коляска. Чем она меня лично подкупила? Огромный козырек. Очень большой козырек. Вот так он еще больше. Поэтому и летом классно, и зимой классно. Вместительная она. Ткани в Априке всегда были хорошие. Ощущается добротной, качественной вещью. Единственное, вот тонковатая ручка. Но это мое личное мнение. Что понравилось очень сильно, вот очень-очень, это вот как она рулится. Реально коляска рулится обалденно. Очень плавненько, легонько. И мягкий такой у нее ход. Чувствуется, что на брусчаточке еще что-то. Она будет комфортно вести ребенка. Мне лично очень понравилось. Ну и соответственно багажник. В жизни он всегда пригодится. Здесь сделали его большим. Вот. В принципе, все. Да, ничего не забыл. Все вам рассказал. Если вам это видео было полезным, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал. И в заключение хочу поблагодарить магазин Первая коляска за то, что они предоставили нам эту коляску для обзора. Спасибо большое. Вот. Ну а вам, в принципе, удачного выбора. И всего доброго. До свидания. Продолжение следует.